Привет, энтузиасты Дуолинго! Меня зовут репетитор Дмитрий. Я готовлю людей к тестам английского много лет. Кстати, помогу и вам, если вам нужно, обращайтесь. Если у вас сложнейшая задача, например, через 2-3 недели Дуолинго, вы уже сдавали на 100 баллов, а надо 110, вы поменяли 3-х репетиторов, 10 курсов, у вас кризис личности уже начался. Обращайтесь, мы регулярно делаем такие чудеса. На 10-15 баллов, бывает, повышаем за 2-3 недели. Всякое бывает. Бывает и на 20 баллов, бывает и за месяц на 10 баллов. Тут очень много зависит от восприятия ученика, от его умственных способностей, от его свободного времени, сколько есть у него и так далее. Окей, я хочу с вами тут поговорить немножко об этом интересном задании Дуолинго аудиословарь. Дуолинго listen and select. Хочу поделиться таким интересным наблюдением. Может, вам пригодится. Я заметил это. Это мне не показалось. Я это уже десятки раз наблюдаю. Значит, на этом задании, скажем так, человек начинающий, для которого все страшно, любой уровень, скажем так, если поделить на easy, medium и hard, любой уровень для него тяжелый, потому что он мало слов знает. Ну, совсем мало. Соответственно, ему, по идее, легче отвечать на easy level. Ну, это понятно. Но, интересная такая штучка. Человек, у которого более-менее высокий уровень английского и словарный запас хороший, вот я, например, как учитель, все-таки словарный запас у меня нормальный. Я редко делаю ошибки на дуолинго, чисто по незнанию слов. Ну, скажем, одно слово на 100 или 200, которые попадаются в этих заданиях. Может, даже меньше. Но я чаще ошибки делаю на уровне именно easy. Почему? Потому что, обратите внимание, когда вы будете тренироваться, на маленьком практическом тесте ничего вы там не натренируетесь, потому что там повторяются часто эти словечки, и поэтому там вы сильно этого не почувствуете. Вам нужно, по идее, много-много-много заданий из реальных тестов. Вы их можете почувствовать либо, проходя этот тест много раз, но это такой немножко мазохистический способ, потому что, как я уже упоминал, самооценка понижается, бывает неверие в свои силы. Если вы заклинили вас на 100 баллов, да вам надо 105, и вот хоть ты тресни, ты его сдаешь, да, тебе 100, 100, 100, 100. Но, по крайней мере, там вы услышите достаточное количество этих заданий, аудиословарь. Или же на классных ресурсах, как вот этот, с репетитором. Не пишите в комментариях, что это за ресурс, все равно не скажу. Я его использую только на своих частных уроках. Я его искал годами, скажем так, и мне свыше было дано. Поэтому опубликовать я его в свободный доступ не буду. В конечном итоге, кто ищет, тот найдет. Если вы будете рыть там неделями, найдете. В интернете вводите на английском всякие ключевые фразы, не знаю, и вы найдете. Так вот, и на этом же ресурсе у нас есть сотни заданий по этому словарю на разные уровни. И я, скажем так, из 10 моих ошибок, которые я делаю, когда прохожу быстренько, я делаю штук 8 или 9 именно на уровне easy. Почему? Потому что они коверкают слова. Вообще, дуалингу придерживается американского варианта. Но даже у американского этого такого варианта есть все-таки свои какие-то границы. Несмотря на всякие редукции и так далее, затирания, всякие глотания этих звуков, но все-таки оно должно иметь какой-то человеческий облик это слово. Они его часто произносят так хитро, что растягивают до такой степени какую-то гласную или убирают вообще согласную, что я начинаю сомневаться, ну и наугад кликаю, и бывает вот иногда ошибаюсь. То есть я хочу обратить ваше внимание, что если у вас очень высокий уровень английского, то ждите подвоха больше не от харда уровня, там где страшные, длинные слова, там из пяти слогов, это все на самом деле детский садик. Вы это слово или знаете, или не знаете. Если вы его знаете, вы его отмечаете, да и все. Они его, вот, как это там, elucidated, cantankerous, ну как бы они его не уродовали, все равно вы его слышите. А вот на уровне easy, какой-то там long, вроде длинный, да, она его как-то так скажет, long или long, или легкое, или, допустим, long, такого слова вообще нету, да. Вот, и сейчас давайте я попробую сделать тут подряд 9, там 8-9 этих заданий разных уровней. Тут у нас easy, easy, medium, hard, штучки 3-4 будет easy, штучки там 3-4, medium и hard. И вот вы сами, я не знаю, что это будут за задания, я специально их не отбирал, чтобы интересно нам было, и я тут, может, поошибаюсь чуть-чуть, чтобы вы почувствовали, что я имею в виду. Если вы скажете, что не согласны со мной, ну то и вам easy, классно все, ну, напишите, пожалуйста, в комментариях, что-то конструктивное. Вот, ну, мне, повторюсь, не показалось. Уже месяцами я имею с этим дело, и действительно, вот, чаще всего ошибаюсь на уровне easy. Итак, я сейчас отвечаю быстро, без комментариев. Вы вместе со мной пытаетесь меня перейдить, то есть, если слово есть, я его кликаю, если нет, то не кликаю, в конце я нажму submit, мы увидим наши ошибочки, ну, я там переведу, на всякий случай. Окей, вот вам как раз easy, я не знаю, что тут будет. Поехали. Country, country. Through the country. Stire, stire. Upset, upset. Story, story. Diresser, diresser. Nerf ice, nerf ice. Drink, drink. Quarter, quarter. Quarter. Белин. Белин. Видите? Сейчас вам покажу. Вот я ошибку сделал, quarter. Я так подозревал, но я специально не стал с вами обсуждать, а... Country, страна. Story, история. Drink, пить. Upset. Там расстраивать. А вот quarter. Четверть. Quarter. Британцы, кстати, quarter. Эти американцы quarter. Но послушайте, как она его говорит. Или он, кто-то. Quarter. Quarter. Чувствуете, да? Quarter. Quarter. Я понимаю, что q, там, в, редуцируется, ослабляется, но не до такой же степени. Quarter. Quarter. Вот это вам уровень easy, видите? Quarter. А это quarter. Хоть бы уж quarter сказала, да? То есть... О, я рад, что я не голословен, да? Вы уже убедились немножечко в том, что я вам хочу донести. Так, medium. Ну, medium-то medium. Opsi. Opsi. Clue. Clue. Bond. Bond. Я так клацаю, не сильно уж там заморачиваюсь. Universe. Universe. Unbelievable. Interminary. Interminary. Temper. Temper. Bloba. Bloba. Loose. Loose. Угу. Угу. Окей. Clue. Ключ там на поделенный. Bond. Связь. Unbelievable. Невероятный. Universe. Вселенная. Temper. Temperament. Loose. Ослаблять. Сейчас, там, я помню, там должны попасться нам еще пару easy. Так, hard. Tendification. Tendification. Intent mental. Видите, тут слышно, если это бред, я его слышу. Ну, я знаю, бред это или не бред, в большинстве случаев. Fraudulent. Fraudulent. Пытались поймать нас. Anonymous. Anonymous. Inheritical. Inheritical. Buzbly. 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 Disposic. Disposic. Monetary. Monetary. Storantive. Storantive. Окей. Угу. Fraudulent. Мошеннический такой. Fraudulent. Monetary. Монетарный. А этот anonymous. Анонимный. Там где-то сейчас у нас easy попадутся. Во. Easy. А, ну, поехали. Mark. Mark. Vrode Mark. Different. Different. Vrode different. Nothous. Nothous. Minus. Minus. Warny. Warny. Favenity. Favenity. Hucket. Hucket. Wool. Wool. Wool, что ли, или well? Wool. Meshint. Meshint. Угу. А, wool. Это шерсть была. То есть, тут я правильно ответил. Но видите, как она «ы». Я понимаю, что американцы «ы», у них специфически «ы», оно доходит до «ы». Рот не губочкой, губочкой, трубочкой не округляется, да, а наоборот в сторону разъезжается. Но тем не менее, видите, я думал, что это «марк», отметка какая-то, или этот «минус», «минус», «дifferent», разный. Послушайте, wool. Wool. Мало то, что «l» рассасывается, но это еще ладно, это нормально. А «well», «выл», видите, они не открыли, поэтому чуть ли не «well» получается. Wool. 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 Прикольно, да? Вот вам уровень «изи». Когда ты волнуешься, нервничаешь, можно реально делать ошибочек. О, вот еще «изи». Уоттел. Уоттел. Найнит. Найнит. Уач. Уач. Миссис. Миссис. Найн. Найн. Уэйк. Уэйк. Уакс. Уакс. Тоже есть слово «вакс», это «прогулки», да, типа такие, или там третья форма, но. Уакс. Она говорит «вакс», быстро, не тянет «о». Уакс. Но в быстрой речи она может сжиматься. Уакс. Не буду его отмечать, этот «вакс». Тиртинь. Тиртинь. Гивес. Гивес. Угу. Да, такие «вакс», видите? Смотрите, то, что я вам говорил. Миссис. А, это даже не «миссис», как «миссис» раньше было слово, да, обращение к женщине. Это третья форма от «мисс», пропускать. Найн. Девять. Уач. Часики там или смотреть. Уэйк. Пробуждаться. А вот послушайте, «тиртинь». Тринадцать. Послушайте «вакс». Я понимаю, что, но есть же разница, да, «вакс» и «вокс». Вот такой вот уровень «изи», видите, как хитро, да? И это, повторюсь, мне не показалось. Подумайте об этом, если у вас высокий уровень английского, то, когда вы будете сдавать, первое задание вам, скорее всего, дастся несложное. Естественно, да? И попытайтесь, оно так наивно звучит, попытайтесь, чем больше ты будешь сосредотачиваться и напрягаться, тем, скорее всего, больше ты наошибаешься, потому что ты будешь слишком напряжен. С другой стороны, если, вот видите, как я вот так отмечал, пару ошибочек есть. Вот. В таких интересных словах, потому что коротенькие слова легче искажать, именно в английском. Они их тянут, зажевают, растягивают. И я уверен, что человек с высоченным уровнем английского больше ошибочек наделает вот на вот этих «вакс». Вот так. Я надеюсь, кому-то чем-то это будет видео полезно, чтобы вы знали, что вас ждет на реальном Дуолинго. Если нужна помощь, повторюсь, профессиональная, креативная, обращайтесь. Отзывы учеников у меня на сайтах есть, там их около 80 или 90, почитайте. Мы делали разные чудеса с ребятами. И особенно в плане Дуолинго. Это такой интересный тест, мне он очень нравится. Он такой прямо, ну я не знаю, живой такой. Видите, он такой нестандартный, да? Опупенный тест. Окей, желаю вам успехов. Встретимся в нашем следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok